В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. 12-й по счету коммунитарный конвой отправился из микрорайона Бутово-парк защитником Донбасса. Сейчас этот груз отправится в Белгородскую область и там на Солдатском привале в режиме реального времени ежедневно раздают помощь. В поселке Развилка снесли незаконно построенное здание. Администрация была вынуждена обратиться с заявлением в суд о сносе незаконной постройки. Первая в этом году встреча участница общества «Нежный бизнес». У нас планируется форум по женскому предпринимательству. У нас также планируется уже третий конкурс «Нежный грант». 12-й по счету гуманитарный конвой отправился из микрорайона Бутово-парк защитником Донбасса. Все самое необходимое – одежда, продукты, питание, снаряжение – будет доставлено сначала в приграничную зону в Белгородскую область на Солдатский привал, а оттуда адресно в зону СВО. Провожала машины с грузом наш корреспондент Татьяна Брылова. Время вечернее. Обычно люди уже торопятся по домам, к семьям. А в одном из подъездов дома номер 11 в Бутово-парке многолюдно. Мужчины и женщины загружают большие коробки и тюки в стоящую подъезду грузовые машины, которые отправятся сначала в Белгородскую область, а затем в зону СВО. Сейчас этот груз отправится в Белгородскую область и там на Солдатском привале в режиме реального времени ежедневно раздают помощь. Там получается, как выставляются прилавки, там как магазин, где можно все необходимое взять бесплатно бойцам, всем, кто нуждается в помощи. Организовала сбор помощи группа жителей микрорайона Бутово-парк «За наших», созданная в сентябре прошлого года. Сколько в ней человек, сложно сказать, признается Светлана Римашевская, но каждый, кто хочет помочь, здесь друг. В эту группу входят все неравнодушные люди. Получается очень много жителей нашего района. Это Видное, это Государев дом, это Бутово-парк 2, наш Бутово-парк 1, близлежащие районы Москвы и Подмосковье. На самом деле здесь собираются друзья друзей, все, кто узнает и видит реальную помощь, приглашают своих коллег и друзей к нам и через нас помогают в Белгородской группе «Солдатский привал». Одна из активных участниц группы Елена Перова помогает упаковывать вещи, готовя их к отправке. Печь, но, на тяжеление, здесь вот казан, то есть это и согреться, и приготовить. В принципе, постоянно мы уже в который раз, помогают нам ребята, покупают, мы передаем. На привале все очень благодарны таким посылкам. В этот раз две. Елена и Светлана, а также другие женщины, отрывают время от семьи, занимаясь волонтерской работой. Но дома их понимают и поддерживают. Семья поддерживает. Семья работает на то, чтобы была возможность поддерживать. Я считаю, что это наш долг, наша обязанность, это необходимость. И благодаря неравнодушию таких людей каждые 10 дней отправляется очередной гуманитарный конвой. Этот уже 12-й по счету. Кто теплые стельки, кто сапоги, кто приносит ленточки, шьет свой чужой, кто тушенку ребятам, кто пытается нам принести даже дождевики. То есть все, что самое необходимое, стараются приносить. Кажется, конца и края не будет вот этому потоку людей с коробками. Но это сегодня очень необходимо тем, кто далеко защищает и нашу с вами родину. Председатель Ленинского общества инвалидов Наталья Рящина сама не раз сопровождала машины с грузом. Ее подопечные, как никто другой, понимают, что даже их небольшой вклад очень важен для общего дела. Мы знаем, что сейчас весь мир собирает нашим солдатам-защитникам. И, конечно, наши бабушки-инвалиды приходят и просят. Наталья Алексеевна, передайте, пожалуйста, купите что-нибудь. И мы сейчас купили достойный, хорошего качества шуруповерт. И все, что просят, по мере возможности стараемся им помочь. Сбор необходимых вещей будет продолжен до самой победы. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Бизнес как источник не только заработка, а возможность помогать нуждающимся. По такой теории живут предприниматели, работающие в шестом микрорайоне города Видное, которые на днях удостоились благодарности от главы Ленинского городского округа. О добрых делах неравнодушных людей расскажет Юлия Пагасьян. Спасибо вам большое. Спасибо. За совместное время. Спасибо. Торжественное награждение предпринимателей, которые отличились своими добрыми делами, провел заместитель главы администрации Ленинского городского округа Эдуард Орадушкин. Во вступительной речи он отметил, что поддержка нуждающихся была важна во все времена. А сейчас в связи со специальной военной операцией стало просто необходимо. Благо бизнес в муниципалитете к этому процессу оказался готов и активно подключился. Тяжеловато становится после введенных санкций. Есть особенности определенные у предпринимателей. Но несмотря на это, вот та благотворительность, которой занимаются предприниматели, она выросла. Сейчас много благотворительности связано именно со спецоперацией, с помощью мобилизованным семьям. То есть мы благодарны им. Предприниматели, чей бизнес находится на территории 6 микрорайона города Видное, одни из самых активных в округе. Во многом это заслуга руководства территориального отдела. Сотрудничество началось около трех лет назад. Помогают в проведении праздников, оказывают адресную поддержку детям-инвалидам, ветеранам, многодетным семьям. Я от чистого сердца их благодарю за их добрые сердца, за их отзывчивость, за их человеческие, прежде всего, качества. Потому что они живут, многие из них на нашей же территории. Здесь же они развиваются. Я желаю им благополучия, удачи, перспектив и, конечно, предпринимательской вот такой вот удачи в полном смысле этого слова. Пусть все у них будет хорошо. В канун Нового года они оказали поддержку в помощи ветерану Великой Отечественной войны, который от администрации Ленинского городского округа получил квартиру. А предприниматели оборудовали ее новой современной мебелью. Работая в Ленинском городском округе и в 6 микрорайоне, мы зарабатываем деньги. И, соответственно, зарабатывая, мы не только там должны находиться в округе, но и помогать людям, которые в этом нуждаются. А также вкладывать в развитие своего района, в инфраструктуру, в детей, в помощь пенсионерам, инвалидам, в спорт. Без этого не будет дальнейшего развития. А дальше только больше. С таким настроем предприниматели 6 микрорайона вступают в Новый год. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ. На территории Ленинского городского округа ведется активная работа по выявлению и пресечению незаконного строительства. Один такой объект недавно снесли в поселке Развилка. Какие нарушения допустил владелец здания и что будет на освободившемся участке, выяснял Максим Козлов. Сейчас они скажут, что на этом месте, припорошенным снегом, меньше месяца назад возвышалось недостроенное здание. В прошлом году на территории Ленинского округа было снесено 7 незаконно возведенных объектов. Один из них в поселке Развилка. Данный объект в свое время вызвал большой общественный резонанс в связи с тем, что располагался в непосредственной близости от остановки общественного транспорта. И выступающие его элементы как раз нависали прямо над остановкой, подвергая опасности здоровью жизни людей. Интернет помнит все. Как выглядело это место на центральном перекрестке в Развилке, можно увидеть на Яндекс.Картах. Перейдя в режим панорамы. Дело о сносе незаконной постройки длилось 2017 года. Все это время собственник правдами и неправдами пытался отсрочить неизбежное. Но закон есть закон. Администрация была вынуждена обратиться к заявлениям в суд о сносе незаконной постройки. Экспертиза была назначена судом. Она все факты абсолютно подтвердила. Были проведены конкурсные процедуры по отбору подрядной организации. И в конце прошлого года вышел на площадку подрядчик. Хоть и говорят, что ломать не строить, в данном случае снос здания представлял довольно непростую задачу. Рядом находилась остановка общественного транспорта. Работа была проведена в течение двух недель. Мусор вывезен, участок выровнен. И такая судьба скоро постигнет множество других незаконно возведенных объектов. Таких объектов под снос где-то порядка 30. В настоящее время анализируются данные по ним, по всем, насколько уже фактически мы можем выходить на территорию. Основной перечень будет сформирован, и он как таковой уже на этот год планы будут вывешены на сайте администрации, где любой, каждый желающий может с ним ознакомиться. Планируется, что на этом месте будет оборудована большая и комфортная остановка общественного транспорта. Всего в Ленинском округе, начиная с 2018 года, снесено, либо приведено в соответствие с действующим законодательством более 140 объектов. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В одном из коворкинг-центров муниципалитета прошла встреча участниц сообщества «Нежный бизнес» Ленинского городского округа. Это первое в этом году рабочее собрание, на котором представительницы объединения обсудили планы и мероприятия на ближайшее время. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. За чашкой чая предпринимательницы озвучили свои предложения по развитию и подробно разобрали интересующие их вопросы. У нас планируется форум по женскому предпринимательству, у нас также планируется уже третий конкурс «Нежный грант», где девушки рассказывают о своих проектах и защищают их, и получают призы, 100 тысяч рублей у нас выделены призы. Также, конечно же, мы распишем наши внутренние мероприятия именно в муниципалитете. То есть, каким образом мы можем посотрудничать с административными органами, что мы можем предпринять для того, чтобы увеличить продажи девушек, как мы можем внутри поколлаборировать, соответственно, найти возможное взаимодействие с сотрудничеством. В «Нежном бизнесе» состоит около 150 человек. В прошлом году к сообществу присоединились еще несколько представительниц прекрасного пола, что ведут свою деятельность на территории округа. Членство в нашем сообществе дарят на Новый год. У нас сегодня здесь есть участница, которой подарили визитку и порекомендовали вместе с подарком вступить в наше сообщество. Поэтому разговариваем, знакомимся, выстраиваем планы, обсуждаем цели и задачи. Большое внимание на совещание было уделено двум важным событиям. Это форум предпринимателей, который пройдет в мае, и конкурс «Нежный грант», состоящий из нескольких этапов. В ходе встречи бизнес-леди обсудили все детали подготовки к этим мероприятиям. Попробовать себя в качестве ведущего новостей, постоять за камерой в студии и познакомиться со всеми нюансами телевизионной кухни смогли ученики видновской школы номер два, отправившись на экскурсию в редакцию «Видное ТВ». О том, как это было, наш следующий сюжет. Легко ли читать текст по суфлеру, чем занимается режиссер монтажа и сколько времени корреспондент тратит на производство одного сюжета. Ученикам шестого класса видновской школы номер два интересно буквально все. Свою экскурсию по редакции телеканала «Видное ТВ» они начали со студии. Здесь у нас не одна студия, две на самом деле. Вот здесь это новостная студия, здесь ведущие записываются. Ребятам под руководством главного редактора «Видное ТВ» Татьяны Брыловой удалось постоять за камерами на месте операторов, попробовать себя в роли ведущих новостей и гостей, поработать с суфлером. Всем здравствуйте, это с вами Ленинский округ новости. Что у нас сегодня случилось? Чрезвычайная ситуация. Затем школьники отправились в ньюсрум, где их уже ждала корреспондент «Видное ТВ» Юлия Погасьян. Она рассказала, как же рождаются новостные сюжеты. Выезжаем вместе с оператором туда, берем интервью, узнаем нюансы, подробности, впечатления, все то, что касается тематики. Желающие смогли лично убедиться в том, что грамотно и правильно прочитать закадровый текст не так уж и легко. Учащиеся с 1 по 10 класс исполнили композиции о войне. А затем ребятам показали завершающий этап выпуска новостей – монтаж. Именно здесь текст и разрозненные видеокадры сливаются воедино в интересный сюжет. Все очень интересно и можно даже было попробовать. Особенно звукозаписывающая комната. Очень не странная. Мне очень понравилась студия записи новостей. Мне понравилось, что можно все попробовать. Можно попробовать посидеть в качестве ведущего или гостя. Показали, как записывается все на камеру. Можно повертеть. Камера очень интересная. Все понравилось. И студия новостей. Там можно было потрогать дорогостоящие объективы. Познакомившись с телевизионной кухней, ребята заключили самый важный человек на ТВ – это монтажер. Но на самом деле за любым сюжетом стоит труд множества специалистов. И вклад каждого из них чрезвычайно важен. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин